Что делать с головкой блока цилиндров? И да, здравствуйте, с вами МЗАП канал, меня зовут Павел, мастер. Очень часто бывает обращение клиента в сервис, связанное с головкой блока цилиндров. Все знают, что делать, но не знают, в какой последовательности, и зачастую упускают один очень важный момент. Этот момент называется опрессовка головки блока цилиндров. Предлагаю сегодня посмотреть, как это делается, как это делаем мы, мы ознакомимся с процессом, ну и расскажем о стоимости и всех нюансах. Итак, все ремонтные работы, связанные с головкой блока цилиндров, должны сопровождаться проверкой опрессовкой этой головки на наличие и отсутствие микротрещин различных. Потому что бывают такие случаи, что вердикт вроде как бы ясен по симптомам. Уходит антифриз, там пар из трубы, еще что-то там, эмульсия появилась с маслемотором. Все понимают, что пробило прокладку, да, открыли, посмотрели, прокладка пробита, место пробоя есть, прокладку поменяли, прикрутили, но проблема возвращается. Поэтому необходимо так или иначе любую головку блока цилиндров, когда вы осуществляете какой-либо ремонт, проверять на специальном стенде на герметичность. Поэтому сегодня мы хотели показать вам наш стенд, как работаем мы, что делаем мы. В этом нам поможет наш уже известный мастер Анатолий, с которым мы будем проводить опрессовку головки блока цилиндров с автомобиля, по-моему, то ли Сорен, то ли Гранд Старекс. Ну, в общем, D4CB, ГБЦ. Итак, Толь, пойдем. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонта вашего двигателя. День добрый. Смотрите, основные параметры и качество данного стенда вам уже рассказал Павел. Я непосредственно покажу, как это происходит. Вот он у нас имеет стенд. Головочку мы туда уже поставили. То есть до этого решили... У нас обычно была проверка головки, но выяснилось, что она лопнула. Вот. Смотрите, такой здесь подъемный механизм имеется у нас. Вот здесь подключается у нас воздух. С теми охлаждения. Сверху мы укладываем толстое стекло, а в каналы системы охлаждения мы вкладываем резиночки. Потом вот уже с помощью вот таких упоров, то есть мы придавливаем само стекло. После чего, то есть, греем воду. Воду греем где-то от 60 до 75 градусов. Ну, так приблизительно. То есть, все делают по-разному. Опускаем. А, так вот, смотрите. Вот этот цилиндр получается на головке первый цилиндр выпускные клапана. Нам показывают, что лопнула перегородка. Вот сейчас опускаем. Ну, к примеру, видим вот так. Что оттуда булькает. Для этого, что нам нужно? Вообще, как бы всегда при любой опрессовочке, необходимо полностью погрузить головочку в воду и сделать полный оборот. Дабы выгнать весь воздух из каналов. То есть, что мы сейчас и сделаем? Ну, единственное, что она у нас оттуда шипит. Сейчас мы уберем воздух. Давление. Так. Так. Чтобы она у нас не булькала. У нас есть вот такая рукояточка для того, чтобы прокручивать. Она также бывает электрическая, но у нас, увы, будем крутить руками. Ну, и вот так прокручиваем ее по кругу. Головочку вот опрессовываем мы прям с постелью. Но, то есть, сняли каждый клапан. Без клапанов. Вот. Смотрим отсюда. Получается, вот у нас выпускной канал выходит с цилиндра. Сейчас, если дать давление, давление где-то в районе одного-двух бар. Этого будет достаточно. И вот мы видим, уже пошел воздух. Если поднять, то можно увидеть, как в рубашке внутри лопнуло. Чуть-чуть опустим. Вот так вот. Отлично. Так. Ну и прокручиваем. Сейчас опускаем вниз. И через само стеклышко нам тоже видно, что она пропускает. Вот сейчас у нас идет воздух. Ну вот, данную головку ремонтировать мы не будем. На выброс, так как лопнула рубашка. У нас есть еще головочки. Сейчас тоже будем опрессовывать их. Эту сейчас снимаем и устанавливаем. То есть у нас для каждой головочки есть фитинги, заглушки. То есть на каждую головку, на каждый вид машины необходимы фланцы, то есть заглушки, как я вам уже говорил. Так. Закрываем. У нас имеется вот такая большая крышечка. здесь вот у нас тен есть. Сейчас когда мы опускали головочку, то есть уже остыло. Вот, 61 градус. То есть сейчас пока мы будем снимать одну и устанавливать другую головку. Вода снова нагреется. Вот примерно вот так все это происходит. Вот, снимаем воздушный шланчик. Берем ключик. и отворачиваем. Сейчас покажем, как укладываются резиночки, что вы визуально видели. То есть они могут быть продольные, круглые, прямоугольные, как вы сделаете. То есть для каждой головки все по-своему, все по-разному. снимаем последнюю опору. Здесь у нас имеются такие захваты обратные, обычные шпильки с гайками. И вот лежит оргстекло. Сейчас снимем и будет видно, как мы укладывали сюда резиночки. То есть вот смотрите, если у нас здесь канал, вот он, маленький охлаждение, маленькую ложим. То есть побольше, побольше. А здесь вот есть продольные такие большие. Вот он, то есть канал это полностью охлаждение. Также у нас таких четыре. Так, вот она у нас показала, что лопнула вот здесь рубашечка внутри. Здесь отсюда мы ничего конечно не увидим, так как там черная. Сейчас эту головочку снимем с нее фланцы, заглушки, то есть переходники и будем устанавливать новую. Так, для воздуха подачи в систему, то есть я вот использую здесь такой переходничок вместо датчика температуры. Ну вот все, данную головочку сейчас пометим, что она неисправна и приступим к следующей. Итак, Анатолий нам рассказал весь технологический процесс, связанный с опрессовкой головки блока цилиндров. Единственное, что хотелось еще подчеркнуть, почему, что стало результатом подобной неисправности. Неисправность у нас нарушение целостности водяной рубашки на выпускном клапане первого цилиндра. Зачастую данная неисправность появляется в результате перегрева двигателя. ребят, следим за температурой, за уровнем охлаждающей жидкости, поэтому, что касается перегрева на дизеле, это жди беды, как говорится. Не дай бог перегрейте, потом может вылезти все, что угодно, вплоть до капиталки, но в нашем случае головка блока на замену. Теперь, что еще хотелось добавить, ну, как вы поняли, мы предоставляем эту услугу в принципе не только к нам в сервис с рензону, но и, так сказать, на улицу за ворота. Данная процедура стоит 2000 рублей, поэтому любой автомобиль, любая ГБЦ, стенд, в принципе, по потенциалу любую головку, хоть с грузовика, хоть, я не знаю, со спецтехники, привозите, опрессуем, расскажем, покажем. Ну, в общем, как-то так. Я так думаю, информационное видео будет полезно для людей, особенно у кого проблемы с головками, смотрите, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, как бы, всем не ломаться, ни гвоздя, ни жезла, как говорится, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok